Всем привет, друзья! Вы на канале Чернов, меня зовут Денис, а это значит, что сегодня я приготовил для вас очень крутой и смешной пранк про подставные свидания. Не забывайте обязательно оформлять подписочку, ставить лайк и писать комментарий. Я пришла, никого нету. Ну так иди по парку, блин. Либо ты стеснительный, либо я тебе просто не понравилась. Все деньги куда будешь отправлять? У меня немного с нервной психикой есть. Ну садись, с чего? Знаешь, почему он убежал? Меня смотри, как стороной обходят. Хотели денег ему дать. Ну, до сюда у тебя или до сюда? Я не знаю. Нравится? Нравится. Я говорю, понравилось он такой. Потерпеть. Да? Пол давно меняла. Звоните больше и не пиши, я нормальный мужик. 22 минуты назад он написал. И позвонил. Если тебе надо, я найду тебя сюда. Алло? И что это было? Ты что, не пришел? Я пришел. Что? Я приехал. Куда приехал, блин? Я пришла, никого нету. Где ты еще? Я сейчас в сквере. Ты где локацию открывал вообще? Да. Ну, вот я в этом месте. А сейчас я подойду. Я уходить уже хотела. Подойду. Ждем, получается. Я-то думал, все, он нас кинул. Что, блядь, сколько можно ждать? Сколько прошло? Он должен был приехать 45 минут назад. 45 минут назад он должен был приехать. Потом перестал трубку брать. Я уже все, что, все уже расстроился. А он где-то приезжает, похоже. Сейчас я ему устрою, бляха-муха. Как вам новый прикидончик? Вообще просто огонь, наверное, да? Ну, придется как-то прикрывать вот это вот. Вот это вот. Хорошо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Снимаешь еще? Напишите прямо сейчас комментарий. Женственно я выгляжу все-таки или нет? Ну, более женственно, чем раньше или нет? Прям сейчас напишите. Что, вам жалко, что ли? Пишем, пишем, пишем. Короче, мы ждем человечка. Зовут его Мансурчик или Мансурик. Лишь бы он издалека не сквозанул, блядь. Алло. Сижу, жду. Что ты везде названиваешь? Везде ведь подзвонил уже. И в одноклассниках, и везде, блядь. Ну, так иди сюда, блядь. Что я-то должна? Почему за тобой бегать-то? Я сижу тебя на лавочке, здесь жду, блядь. Иди мимо. Меня-то ты ведь не пройдешь. Я сижу на лавочке. Блядь. С фонтана в парк. Парк, деревья, видишь? Вот парк. Ну, так иди по парку, блядь. Я здесь на скамейке сижу. Хорошо. Давай. Ты заснял, как я орал? Блядь. Потому что я уже не могу нахуй нормально, блядь, разговаривать. По геологации, когда скидываешь через Яндекс, максимально легко, блядь, прийти в точку. Именно на эту точку, блядь, скинуть. Что-то у меня на Гришу трубка взялась. Прикол, но слышал я, что я сказал. Все будущие клиенты Лены, блядь, все названивают. Блядь, я не знаю, как так получилось, но взялась трубка, блядь. Алло. Алло, привет, как дела? Это ты так рвозно разговаривал. Я тебе просто до этого звонил, такие маты, думал. Да парни какие-то рядом стояли на остановке. Привет. Приветик. Как дела? Хорошо. Что, на скамейке посидим? Да, давай на скамейке посидим. Что, давно подошел? Да ну, минут 15-20. Я вообще думал после работы поехать покупаться, побриться, подскочить. Думаю, блядь. Легкая небритость тебе вообще хорошо. Как отработался? Нормально. За исключением одного дебила. Чего там за дебила у тебя на работе? Приехал маховик забирать деталь такую. Ой, сейчас начнется. Давно в Краснодар? Нет, я только в начале августа приехал. Не замечаешь акцент, говор у меня не краснодарский, не гэкою. Из Питера знакомая тоже есть. Тоже она так непривычная вот эта вот гэ-гэ ваша. Какие планы-то у тебя вообще, ну, там отношения, неотношения? Какая цель знакомства? Сначала пообщаться. Ну, вообще, ну, как, серьезное отношение. Пообщаться, посмотреть, а сам даже не смотрит. Нет, ну, просто... Либо ты стеснительный, либо я тебе просто не понравилась. Нет, есть немного стеснений. Там в Кирове рассталось. Че рассталось? Да просто че, вот как все расстаются, как все расстаются, так и рассталось. Если просто сказать, что не сошлись с характерами, вот и все. У тебя когда последний раз женщина, девочка, девушка? Кто-то у тебя вообще когда-нибудь был? Может быть, мужчина у тебя был? Нет, мужчина была. Не было мужчины. Женщина была, как бы, ну... Волосы в рот были. С одной четыре года провстречался. А че расстались? Ну, как бы, разница в возрасте на 18 лет, как бы, ну... Она тебя старше? Конечно. А ты не альфонцем случайно был? Нет. Потом, ну, тоже, спред, скажем так, крайний расстал. Извини, пожалуйста, у меня горло просто побаливает. Пришлось расстаться, потому что мог трос наломать. Сколько тебе лет сейчас? 37. Ну, правильно в анкете написано? Ну, ВК, как? ВК иногда захожу. Много кто, ну, как, присылают девчонки. Что присылают? Ну, смс-ки приходят там. Ты, получается, парень-то на расхват? Да, ну, не на расхват. Ну, как нет-то? Просто сижу. Вот мы с тобой переписывались, что? Куни, хочешь сделать мне массаж? Ну, это же... Это правда? Ну, правда. Правда хочешь сделать? Правда. Ну, не сразу. Интересно было спросить, действительно ли ты так считаешь, как ты написал это? Это правда. Мне давно никто не делал этого, понимаешь? Ты сама снимаешь комнату. Ну, я так понимаю. Сама снимаю, да. Ценник на квартиры. Приемлемый. Да, ну, это ты... В Кириве подешевле, но... Вот за сколько ты снимаешь? Здесь 25. Не, ну, как бы, видишь, для всех по-разному, как бы. Ну, у меня вот знакомая снимала 15. 15? Так у нас в Кириве 15. Какие дела? Какие планы? Чем будем заниматься? Ну, можно по домам, а попозже я жалю. Как бы я в порядок себя приведу. У меня немного дискомфорт в своем плане, что я вот это, после работы такой, не бред, не мы, ты прискакал такой. Скажу честно, ты мне понравился. Значит, будем общаться, будем видеть. А я тебе. Тоже понравился. В синих джинсах это он идет? А там че, черная футболка? Да, вроде. Какой-то не он, ебаный, это в розовый идет, блядь. Или он, блядь, так просто фотку-то скидывал? Привет. Я, блин, уже обижаться на тебя начала? Че, блин? Че так долго шел? Я думал, что ты вообще не придешь. А че ты без цветов? Без цветов? Без цветов чего пришел? Что, блин, надо было. Надо было цветочки купить, блин, дамочки. Ну, только я сейчас буду. Что только сейчас? Сейчас пришел. Я поняла, что ты только сейчас пришел. Я говорю, че цветы, блин, девочки не купил. В следующий раз. В следующий раз купишь? А я розочки люблю, если что. Это своя квартира. Ну, здесь недалеко, в центральном районе. У тебя своя? В аренду. А, в аренду взял свою квартиру? Понятно. Не женат? Нет. Точно у тебя там за границей-то нету? Пятеро детей? Я знаю вас, блин, приезжих. Приехал, там жену оставил, блин, пятеро детей. На меня хрен внимания. Все деньги туда будешь отправлять. Да? Нет. Нет? Ну, ты симпатичный. Вот в жизни даже лучше, чем на фотографии скидывал. Я еще жду, ты меня скинул в черной футболке. Так я и жду, что в черной футболке пойдет. Я думал, ты идешь и мне фотографии скидываешь. Понравилось? Да. Я, понравилось? Симпатичнее, чем на фотографии? Брэээ. Точно? Хорошо. Сколько тебе лет-то сейчас уже? Трис. Ну, ты старше выглядишь. Я тоже старше выгляжу. Мне 27. Мне дают почему-то 27 с половиной. Чего сегодня, чем будем заниматься? Вот в кафе меня хотел сводить. Может быть, просто погулять? Не знаю, у меня деньги нет, а тут я на кафе могу перестать. Ты отослал все в жене бывшей? Не получил все зарплату. Дай хоть поближе сяду. Ты скромный? 27 лет тут, да? Да. Чего, больше выгляжу? Нет. Младше выгляжу? Извини, горло просто болит. Ааа. Чего интересного? Ты мужикам подхожу. Что? Да, ничего. Мужикам подхожу? Нет, нет, ничего. Не поняла, что-то я сейчас... Ты что-то сейчас ко мне в огород что-то кинул? Нет, нет. А что тогда? А когда робота уезжаешь-то? Вчера. Я не уезжаю на работу, я работаю в телефоне, в интернете. Я все дома зависаю, мне нафиг ездить-то куда-то. Да? Да. Ты до скольки вообще работаешь? Я в интернете работаю сейчас. Тебе интересно? Ну... Я работаю по вечерам за компьютером. Я тебе вообще-то писал это. Это вообще нормально получается? Да, хорошо. Переехал уже в Краснодар. Занимаюсь директом по Яндексу. Занимаюсь авито. И еще у меня есть такое увлечение. Ставлю ставки на спорт, короче. Со ставками сразу тебе скажу лучше не лезть. Я сама не лезу никогда. Да есть такой канал OKGO в Телеграме. Короче, там дают прогнозы ставок на спорт, аналитики. Вот и по этим прогнозам ставлю и зарабатываю. Все предыдущие сказанные мной слова про канал OKGO на самом деле являются правдой. Я состою в канале OKGO уже более трех месяцев и беру прогнозы на спорт. Тем самым на данный момент я зарабатываю себе на жизнь. Кому интересно эта тематика в плане ставок на спорт, переходите в канал OKGO. Подписывайтесь. Вся статистика в открытом доступе онлайн каждый день по заходам и не заходам. Бывают и такие, и такие. Конечно же, большинство бывает заходов, потому что работает команда аналитиков. На этой неделе будет анонс бесплатной ставки в канале OKGO для подписчиков своего канала. Кто хочет влиться в тему, переходите по ссылке под этим роликом. Подписывайтесь на канал OKGO и поджумберили. Сама я никогда не полезу, нафиг не... Думай. Да, пацаны хотели как бы... Типа давай ставками замутим, вот на 30-ку найти и, короче, больше поднимем. Я так подумал-поддумал, говорю нет. Конечно так, любой дурак, блин, будет просирать свои деньги. Если по сигналам действовать, по аналитикам, так как бы это нормально получается. Не, ну если тебя видишь, если тебя кто-то информирует... Так это информационный канал, он занимается аналитикой спортивных событий. Ежедневно, короче, публикуется, получается бесплатные и по вечерам обычно бывают платные. То есть там бесплатные поменьше коэффициенты, платные побольше коэффициенты. Чего ты киваешь головой? Как статуя свободы. Сколько квартирам? Ты одна? У меня-то? Конечно, одна. И чем мне две-то? Нет, тогда сейчас я тебе в гости буду. Ты ко мне в гости хочешь? Серьезно? Да. Сейчас? Мы поехали. Давай. Может тебя довезти тогда до куда-нибудь? Давай. У тебя права есть? Нет. А почему? И не хочу. Почему? Ну, это город не для езды, скажем так, это первое. А второе, то что как бы у меня немного с нервной психикой есть. Ну как, я не дебил, ну просто. Псих? Нет, я не псих. Вот ты так сказал с нервной психикой, блин. Что такое, блин? У тебя справка? Есть такая болельщика, тремор. Нет. Когда руки трусятся. Перенервничаю, ложку держу, у меня трусят как бы такое. Так не бойся. Ходила тоже на свидание не так давно. Вообще не понравился. Мужик, блин, пришел какой-то. Весь так плохо выглядит, блин. Изо рта алкоголем, блин, пахнет. А что я пьяный к тебе приехал, тебя не смущает? Пристает, блин. Вообще. Я-то, понимаешь, я-то хочу, чтобы приставал, но только когда я хочу. А если я не хочу, чтобы ко мне приставали, так я не хочу. А ты давно приехал? Не давно. Сколько лет назад? 20 лет назад. 20 лет? Да. И уже с девочками, блин, знакомиться. И уже в гости, блин, пошел. Бля, надеюсь, не за этот башмачил. Погнали. Сейчас я закину. Так, ключики, ключики, ключики. Садись, садись. А, вот она, блин. Попить хотела. Еще, блин, баклажку. Чего ты? Садись, с чего? А? А, я девочка, да ты? Почему? А, блин, у меня встал. Да, блин. Да, стой. Стой. Стой, сказала. Братан, стой. Братишка. Знаешь, почему он убежал? Меня смотри, как стороной обходят. Короче, он из этого убежал. Ты меня снимаешь? А его? Братишка. Ты чего ему говорил, это пранк? Ну, бля, он побежал, что-то испуганно. А ты сказал, это пранк или что мне? Да, сказал. Ну, ему похуй уже. Он прикольно, он, короче, ржет и бежит. Прикольно. Блядь. Вот это вот то, что я хотел снять. Вот именно. Вот то, что мы сегодня планировали с Нурбьем, то и мы и сняли. Хотел, чтобы он сел в машину, он не садится в машину. Он такой на Куканта смотришь, ты, наверное, не девушка. Блин, он нормально втопил сразу же. Просто на газы. Зато на позитиве. Да, зато на позитиве. То есть его это улыбнуло. Я думаю, что он шутку оценил, понял. Мансур, если ты смотришь этот ролик, не забывай обязательно подписываться на канал. Писать комментарий от четырех слов и ставить лайки. Короче, в его глазах я сажусь вот так вот. И он все это видит. Это шизофрения. Прикольно. Хреново, конечно, что он сел именно вот спиной к камере, блядь. В принципе, он там эмоции-то особо не показывал. Он просто вот такая вот штучка была у меня вначале в рюкзаке, а потом в штанишках. Такие дела. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и поджумберили. Пау! Пишем, да? Хотели денег ему дать? На ход на гетто он сказал, что денег нету. Да, мы нечем угостить. У меня денег нету, только на кофе. Ну, типа, хотели сказать, что это розыгрыш был. Так как он слишком быстро учесал, я это дело просто не успел сделать. Ладно, что? Поджумберили дальше. Знаешь, что? Ты слышал этот момент, когда он невнятно сказал, типа, ты на мужика похожа? Но! Пошел все равно дальше. Вот нормально, если он в тачку сядет, блядь. Напиши ему, садись в машину. Может, скажи, в машине вначале пообщаемся у меня. Он звонит. Алло? Ну, ты где? Я на улице, где? А что, я тебя не вижу? 22-й дом? Да, прямой. Снимай как-нибудь, я хуй знал. Блядь, я на локацию поменяю, потому что он прямо за машиной стоит. Все просрем, если так сделаем. Джейсон, привет. Как дела? А куда побежал-то? Как дела? Да дела-то хорошо. А куда ты пошел-то? Сюда. Думал, постоим вначале. Что? Давай. Домой что ли сразу? Пойдем до магазина. Пошел. А при чем вначале до магазина сходим? Ну, что купить-то? Хотя бы водички что-нибудь попьем, пойдем. Как-то сразу, блин, побежал сразу в квартиру. Что это такое? Я думал, хоть обнимешь, поцелуешь, что такое? Что? Я думал, обнимешь, поцелуешь. Какая вообще цель-то знакомства? Ну-ка, объясни, пожалуйста. Джей, а ты откуда? Африканский. А что у тебя в профиле написано, что тебе 37 лет? 37? 37 тебе написано? Нет. Сколько? 35 лет. 35 лет. Офигеть, выглядишь вообще на 25. Сколько лет тебе? Да. Ну, мне больше дают, где-то 27 с половиной обычно. Что, какие планы-то? Ты просто сразу в квартиру побежал? Обозначь мне свою позицию, что ты хочешь от меня. У меня чуть-чуть разговаривали русский. Я говорю, что ты хочешь от меня? Ну, почему ты к себе меня позвал? Поговорить? Я думал, что ты секс планировал. Брэй! Я хочу секс. Я думал, что ты хочешь секс. Бухать хочешь? Да, понятно. Я думаю, что ты хочешь секс планировать. В каком этаже ты живешь? Четвертый этаж. Четвертый этаж? Ладно, я тогда до магазина схожу. Возьму чего-нибудь в магазинчике, хорошо? А, ты пойду в магазин? Ну-у. Четырый этаж. Какая квартира там? Четырнадцать. Четырнадцать? Все, поняла. Давай. Сказал, что покажет елдак. До сюда. Ну, я не знаю, что делать. То есть, он просто в комнату зовет к себе и все. Все, я не знаю, что делать. Нахуя? Да, по приколу. Да, какой прикол? Давай я с тобой, я сзади тебя буду стоять. Четвертый этаж. А? Чего? Это Джейсон? Он говорит, что это? И сразу на три стенка, да? Блин, получается, не понял, да? Я сейчас испугался. Угу. Вот так вот. Вот так вот. А ты хочешь сейчас тогда домой съездить, а потом... Ну, да, порядок привезти сюда. Ой. У тебя есть вода? Есть вода. А ты от родителей уехал отсюда? Пожила, тоже там снимала, как бы. На севере у тебя снимала? Я думал, коренная жительница севера. Ну, я с деревни родом. Приехала в город Киров. Есть наколка. Какая? Я не сидел. Это значит, татуировка, не наколка. Я имею право ее найти. Что она значит-то? Без отцовщины, ну как? Мне ее можно поставить. Без отцовщины? И что это значит? В плане того, что нет отца. Никогда не было или что? Нет, у меня был. Мне набивали струной из-под гитары. У меня немного с нервной психикой есть. Ну как, служить не служил? Я служила. В Владивостоке. Работала на кухне. Курить даже не дома. И не пробую курить. Почему, покуриваешь? Да это не мои. Подруга оставила. Тебе одной классификации ждут? Я подругу жду. Она должна переехать. Просто если есть желание, мы можем по ночному городу. У тебя сколько опыта? Да много уже, лет больше шесть, наверное. Ну, у тебя вообще нет. Вот наши улицы города Краснодара. То есть у нас бывает и такое, у нас и даже есть два или три кей-клуба. Ты не ходил туда? Нет. Скажу честно, знаешь, почему не ходил? Почему? Потому что могу не сдержаться, как я сказать. Мужчина должен быть мужчина. Я-то тебе понравилось? Нет, нормально. Честно. Тоже за вчерашний. Просто я так понял, что у тебя фотка получила. Не получилось, так? Ну да. А насчет куни-то думаешь о силе? Да. Я хоть прямо сейчас бы даже. Ты давай подумай. Угу. Насчет предложения. Можем втроем? Втроем? Если по-другому не ходим. Угу. Можем прокатиться втроем. Погулять, пообщаться, посмотреть. Угу. Что? Как вот так? Соскочу домой. А потом... Угу. Увидимся на теле. Нравится? Нравится. Нравится. Потрогал, ебать, у меня кукан, блядь, и еще больше, блядь, возрадовался. Ебать, ладно, блядь. Я просто, блядь, в ахуе. Короче, вот я сижу. Короче, я вставил стояк и сидел так, блядь. Десять минут, блядь, в машине сидел. Потом давай хуярить, короче, давай. Блядь, нули эмоции сидит. Я говорю, руку на колено положи. И потом он вот так вот взял. Вот так вот рукой. Вот так вот потрогал. Я говорю, понравилось. Покажи фотку, подруги. Чем? Ну просто побежать. Они будут. Да нафиг она, комплексовочная. Че, полная? Ладно, давай, поскакала. На телефоне, если че, ты обдумывай давай. По поводу прокатиться, пообщаться. Я сейчас в порядок переведусь. Ага. Все тебе понравилось? Да. Блин, у меня прямо тут все загорело. Потерпеть? Да. Все, ладно, давай. Ой, а у тебя сядет возьму? Возьми. Курить даже не думай. И не пробуй. Давай, пока. 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 Тики трогает, блядь. Хуенно. Он, получается, раскусил меня еще на стадии фотографии, блядь. Наверное, да. Просто я так понял, что у тебя фотка получила, не получилось. Ну да. Может быть, мужчина у тебя был? Нет. Мужчина. Не было же. Алло. Алло. Да. Эй, скажи мне, по чесноку, как мужик мужику. Что? Как тебя на самом деле зовут? Лена. Честно? Да, что такое? Ты пол давно меняла? Нет, я вообще не меняла пол. Ты что? Объясни мне, да, да. Человек у тебя откуда? Так и был. Всегда. Да. Тебе же понравилось, ты сказал. Да, ну просто, ну как бы, мне немножко... Сейчас скажу не по себе, по одной простой объяснению. Ты же не полностью женщина. И ты это скрыла от меня. Почему ты скрываешь? Ты что, хочешь меня обидеть сейчас? Ну просто зачем? Обманай, говори так, как я. Если я могла нормально объяснить, что ты на половину женщину, на половину женщину, а так? Нет. На все сто процентов. Я с танцами не знакомлюсь и не встречаюсь. Да, там написал? Да. Позвони мне больше и не пиши, я нормальный мужик. 22 минуты назад он написал. Не позвонил. Нихуя. Там напиши, ему я обиделась. Да, я сейчас умоюсь, помоюсь, блядь, и будет что-то в голову, в голову хотя бы может что-то придет. Мансур, ты что убежал-то? Да. Ты что убежал-то? Ты что, ты не девушка, да? Да, конечно не девушка, я мужик. Как ты сразу об этом не догадался? Мансур. Я тебе сказал девушка. Да, да, я сказал. Я тебя, короче, это, пранканул. Пранк знаешь, что такое? Да, да. Братишка? Да. Извини. Ага, ничего не страшно. Деньги надо? Нет, мне денег не надо. Точно? А что? Ну, за то, что я тебя пранканул. Нет, деньги не надо. Не надо, хороший ты пацан. Ты вообще что хочешь от меня? Да я ничего не хочу, я тебя просто разыграл. Нет, это не просто. Это не просто, да? Если ты хочешь, то я не знаю, ты что хочешь. Да я ничего не хочу. Если тебе надо, я найду тебе человека. Найдешь мне человека? Да. В смысле, для чего? Ты секс хочешь? Что хочешь? Ты мне надо сказать? Ты что, дурак, что ли? Да ничего, я никакой секс не хочу. Ты что, у гараж? Если тебе надо, я тебя найду. Да не надо, не надо. Спасибо, братишка. Не надо? Да, не надо, братишка. Все нормально. Ну, ладненько, давай тогда. Удачи тебе. Не обижайся, хорошо? Ага, давай. Все, добро. Удачи тебе. Все, еб ты. Мы сейчас с Мансуром. Братишки, просто братаны. Мансур, ты по-любому это смотришь, этот видосик. Я надеюсь, ты реально сказал, что ты не обижаешься. А мужика мне искать не надо. Я сам найду. В следующей части. Ровно через недельку. Пока. Хотя, подождите. Есть же продолжение этого видоса. Просто набутались, решили мне стать лучшим. Я ее парень. А, ты ее парень, все. И виски на стану. Ты долбайок, ты понимаешь это? Мы расстались с парнем. Его вы можете посмотреть только в моем телеграм-канале. А также там будет новость по новому, эксклюзивному контенту. Залетайте на телеграм, ссылка в описании. Подписывайтесь и подрубим. Субтитры сделал DimaTorzok